Самое важное это конечно же здоровое питание. Миска салата под самогончик будет обалденно. Привет друзья, привет мои дорогие подписчики. В этом видео я буду проращивать бобы мунх или их еще называют маш. Они очень вкусные, особенно когда проросшие. И я начинаю серию здорового питания. Перед тем как прорастить маш, я его сначала замачиваю водичкой. Все зернышки которые всплыли, они не прорастут, поэтому я их выброшу. Но обычно маш очень хорошего качества, поэтому практически ничего не всплывает. Зерна маша я промыл и заливаю их обычной петрованной водой. Вот так они полностью будут покрыты водичкой. Я их оставлю до вечера. Сейчас утро и они будут стоять в водичке до вечера. Уже наступил вечер. Вот такой маш немножко разбух. Водичка стала слегка салатовая. И теперь я приготовлю емкость, в которой я буду его проращивать. Можно проращивать его, как обычно мы расстилаем тряпочку, на него маш и накрываем тряпочкой. Это неудобно. Корешки вырастают в тряпочку. Тряпочку нужно постоянно смачивать. Есть очень легкий и популярный способ проращивания в бутылке. Вообще, когда мы кушаем вот такие проросшие ростки маша или других зерновых культур, это очень хорошо. Это прекрасное здоровое питание. И мне очень нравится то, что я уже ем хорошее и качественное здоровое питание. Но больше всего мне нравится именно сам процесс подготовки к тому, что я буду кушать здоровую пищу. Ведь для того, чтобы прорастить маш, мне нужна бутылка. Это бутылка из-под пива. И чтобы она мне появилась, мне пришлось это пиво выпить. Да. Поэтому я беру пластмассовую бутылку из-под пива обязательно и шила. И делаю в ней отверстие. Я еще раз промываю семена Маша водичкой. Беру обыкновенную вейку. Семена Маша уже в бутылочке. Я беру любую подставку. У меня в виде подставки будет сковорода. Вот так немножко распушил сами зернышки Маша. И кладу их. Если Маш будет прорастать на свету, то его проростки будут фиолетового цвета. Это никак не влияет на его полезность или на вкус. Но зато они будут не такие аппетитные и красивые. Поэтому я оставлю это все в темное место. Или в стол, или в кладовочку. И забываю до завтрашнего утра. Почему нужно замачивать Маш именно полдня, а не целые сутки? Потому что через сутки сами семена Маша будут уже достаточно крупными. И они будут очень сложно проваливаться в горлышко бутылки. Прошло 12 часов. Бобы Мурх еще больше увеличились в размере. Несколько зернышек уже проклюнулись. И по 1,5-2 мм здесь есть корешки. Теперь я обычной водой из-под крана их промываю. И водичка все время выбегает через дырочки. До вечера я совершенно свободен. Вечерняя помывка. Некоторые зерна Маша или зерна Монго уже проросли. И я вижу по целому сантиметру корешков. Суть промывки в том, чтобы именно промыть продукты жизнедеятельности самих бобов и набитать это все влагой. И если мы не будем давать те же водичку, то это все может просто закиснуть и завоняться. Утро. Уже очень много зернышек проросло. По сантиметру даже больше. Пахнет хорошо. И промываем. Вот так пока еще водичка сливается, немножко распушиваю, чтобы все зернышки равномерно пропитались воздухом. И опять в кладовочку. Вечерняя промылка. Корешки уже почти по 3 сантиметра. Зернышки попьют водички и пойдут спать. Бутылка заполняется вкусными свежими ростками Маша. Утро третьего дня, как я проращиваю бобы Мурх. Прошло 4 дня. Вот столько росточков Маша уже получилось. Уже они готовы. Сейчас я их промою и будем разрезать бутылочку. У-у-у, какая красотка. Пахнет свежей зеленью, классно. Я высыпал в воду все проростки. И теперь самое важное, это отделить вот эти зеленые оболочки самих бобов от проростков. Потому что эти оболочки жесткие и невкусные. Оказывается, и в прошлый раз, и в этот раз я сам не отбирал эти зеленые оболочки из Маша. У меня есть моя любимая Танюшенька, и она мне в этом помогает. У нее очень ловкие пальчики, и поэтому она быстро-быстро это все достает. И снова здравствуйте. Прошел еще один день. Я так и не перебрал вот эту волшебную субстанцию под названием Маш. Потому что, когда я это все высыпал вот сюда в мойку, для того, чтобы начать перебирать, я увидел, что в прошлый раз все намного проще чистилось. То есть, вот эти все зеленые части, они сами легко отходили. Или я просчитался, что было не 4 дня, а 3 дня. Или все-таки какие-то условия были немного другие, когда проращивались сами зерна бобовых. Ну, гляньте, сейчас очень легко. Я просто так беру руками, и все полностью чистое. А вчера каждое зеленое зернышко нам приходилось вот так руками снимать. Не нам, но мне. Да. Я не знаю, с чем это связано. В любом случае, я поставил надуращивание еще на сутки в эту же открытую бутылку. Накрыл мокрой тряпочкой. И результат меня не просто порадовал, он меня ужасно воодушевил. Гляньте, все идеально. Сейчас я вот так хорошенечко все промываю. Всего 4 дня, и вот такой огромный витаминный салат у меня уже есть. Готовится очень просто. Пахнет свежестью. Вкусно. Такие проростки можно хранить в холодильнике, говорят, не знаю сколько, но у меня они не будут храниться дольше, чем 2 дня, потому что вот этот салат, миска салата, нам вдвоем с Танюшенькой хватит на один раз. Мы сюда добавим зелени, петрушечки, кинзы, лучка зелененького, с растительным маслечком, и вот так под самогончик будет обалденно. Потому что самое важное, это, конечно же, здоровое питание. А какое здоровое питание, да без самогона, без хорошего, крепкого, домашнего самогона. Поэтому, друзья, проращивайте бобы, потому что это единственный легальный способ спокойно поставить бутылку самогона и пить, и вам за это никто ничего не сделает. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете о том, как я веду здоровый образ жизни. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Субтитры сделал DimaTorzok